Градец, Моряк. Недаром им написано столько настоящих морских песен, в том числе всенародно известных Хандра, Восьмой Причал и другие. Песни Александра Иванова звучат практически на каждом фестивале по всей стране и далеко за ее пределами. Мы уверены, что Гора будет петь вместе с Александром. Александр Иванов. Добрый вечер, Гора. Хоть время уже достаточно поздно, но я все-таки попробую спеть детскую песенку. Дри татушки, дри тата, вышла кошка за кота, за кота Котовича и Малькой Петровича. В детском мире нет витрин, детский мирный магазин. Если вышел, хлопнул дверью, значит, вышел издавея, посули, хоть рубль, хоть грош. Будь четыре жады хорош, обратно не войдешь. Будь четыре жады хорош, обратно не войдешь. Взрослым мире нет чудес, где волшебный лес исчез. Нет ни лешних, ни кощея, лишь болтается на шее. Так, и с девицей пустой. Одиноким сиротой, чей-то ключ, казалось, твой. Одиноким сиротой, чей-то ключ, казалось, твой. Время сделала умней, а не летит бумажный змей. Впрочем, есть еще лазейка, заведи себе семейку и детишек займей. В детский мир в обратный путь, с ними можно проскользнуть. В детский мир в обратный путь, с ними можно проскользнуть. Но запомни, господин, детский мир не магазин. Если вышел дверью хлопнул, да еще ногою топнул. Хоть четырежды герой, хоть в подарки всех зарой, для тебя теперь сыро. Хоть в подарки всех зарой, для тебя теперь сыро. Время медленно течет, на дверях переучет. Даритатушки, даритата, вышла окошка заката, заката Котовича, Тимофей Петровича. Впрочем, есть еще одно, внуков ждать, коль суждено. Даритатушки, даритата, даритатушки, даритата, даритатушки, даритата. Александр Иванов. Саша, спасибо огромное. Спасибо. Мы приглашаем на сцену Юлию Зиганшину. Это наши гости из Казани, участницы проекта «Казанское притяжение». Юлия замечательная певица, неоднократный лауреат международных конкурсов, исполнителей романсов, лауреат Грушинского фестиваля. Она пишет песни на свои стихи и стихи других поэтов. Встречайте, Юлия Зиганшина, город Казань. С праздником, дорогие. Есть гитара? Я хочу напомнить вам одну старую добрую песню, которую пела Клавдия Ивановна Шуженко, песня Табачникова, стихи Болотина. Это шуточная песня, называется она «Точно». В парке встретилась недавно я с героем молодым, он такой ей богу славный, сразу я сдружилась с ним. Сколько ловкости и силы, сколько смелости на вид, но о чем бы ни спросила, все он точно говорит. С фронта? Точно. Нынче его отпуск? Точно. Так он рассказывал про личные дела. Летчик? Точно. Много сбили? Точно. Очень интересная у нас беседа шла. Мы весь день не расставались, мы сидели на песке, мы на лодочке катались по родной Москва-рике. Я ждала другого слова, но мой славный паренек, кроме «Точно мне другого» ничего сказать не мог. Вася, точно. Хорошо вам? Точно. Парк закрывается, пора идти домой. Завтра? Точно. Ровно восемь? Точно. Молча прощается, вздыхает парень мой. А в конце второй недели чуть не вышел вдруг скандал. Также в парке мы сидели, он все тоже повторял. И сказала я нарочно, если ты имею в виду, мне еще раз скажешь точно, я немедленно уйду. Понял? М-м-м. Будешь умным? М-м-м. Долго смотрела я в любимые глаза. Любишь? М-м-м. Это точно? Точно. Ну, наконец-то он все прямо мне сказал. Юлия Зиганшина. Браво. Юлия, спасибо огромное. На сцену приглашается Михаил Кочетков. Автор-исполнитель из Москвы. Телеведущий. В свое время придумал замечательную телепрограмму. А также он вел цикл программ «Домашний концерт». По признанию Михаила, первый опыт в сфере литературного творчества случился с ним в возрасте шести лет. Тогда Миша написал цикл автобиографических рассказов, за которые был выклонен отцом. Михаил Кочетков. Счастяюсь всем вам. За эти счет уже долгие годы живет твоя. Мегачусственная семья. Некоторые мои небогатные товарищи. Счастяюсь всем вам. Добрым людям попить и поесть. И хозяин большой, как татарин. Добродушный, как старый хохол. Нам что-нибудь вкусного сварят. И, конечно, посадят за стол. Он подарит дитям шоколаду. Ну и бабе, конечно, нальет. Бабе, в принципе, много не надо. Он как выпьет и как запоет. Вся ты мебель, четыре стакана. Старый стол, да хоровная кровать. И шоколево, как тараканы. Промышляя, чем пожрать. И хозяин краткой в прихожей. Подыскав старый папин кафтан. Вытереть слезы, ведь их положит. Папе доллар в дырявые карманы. Есть хорошие люди на свете. Громких слов я давно не боюсь. Будь татар они или эти. Но на них ведь держатся ручь. Но я бестолковый, как и ветер. Молодой и нахальный, как и нос. Да и песни мои, словно дети. Не послушаю. Что с них возьмешь? Микарин Кричетков. Очень верно заметил, что на татарах держится Русь. Вот сейчас сзади меня есть Георгий Павел Факурдинов, Раиса Нур и Юлия Зиганжина. Раиса Нур уже не сзади тебя. Да, Раиса Нур выходит на сцену.